Городские дворы постепенно приобретают европейский лоск, но высадовые 30. Здесь уже многое удалось сделать, и вот долгожданный ремонт внутри квартальной дороги. Жители высказывают слова благодарности, но в этом есть и их заслуга. Часть работы они сделали сами, об остальном заявили в общественный совет. Жители очень просят, в связи с тем, что у нас здесь две школы, 41-я, 16-я, большая детская площадка районная, детские сады и большая детская поликлиника, нужны лежачие полицейские. Октябрьский район Самары один из центральных, но пока есть и проблемы, которые, впрочем, решаются. В частности, улица Челюскинцев, вдоль которой и стоит дом, скоро будет благоустроена полностью. На одном из участков появится сквер. По улице Челюскинцев у нас остался всего лишь один участок, от Новосадовой до Ленина. Марина Геннадьевна вместе с депутатами, вместе с жителями позавчера встретились и окончательно приняли решение, что там будет оборудованный сквер. Я, как исполнительная власть, сегодня выставила на торги всю документацию. Через 45 дней будет решение, кто подрядчик, который будет делать этот сквер. В середине сентября мы его откроем, как сквер Октябрьский. Город сегодня всячески поддерживает любую инициативу со стороны жителей. Большую часть проблем удается решать благодаря реформе местного самоуправления. Многие вопросы решаются на уровне района. Теперь важно, чтобы город заручился более крепкой поддержкой на уровне регионального и федерального парламентов. Мы единственный практически регион в стране, который вернул систему управления, логичную и понятную людям, когда власть сосредоточена здесь. Но нам надо вернуть славу этого района. Он центральный район. И здесь надо выбирать власть, которой мы доверяем, которая не болтает, которая не сеет интриги, смуту, а которая работает, защищив рукава. Это на уровне района, на уровне города и на уровне страны. А это уже двор по адресу Мичурина 120. Здесь проводится не просто ремонт внутриквартальной дороги. Ее еще и расширяют, чтобы жителям не так сильно досаждали автотранспортные проблемы. Чтобы дополнительные парковочные места появились у жителей, чтобы было более удобно им парковаться, было место, куда поставить машины. Ну, конечно, тяжело, стесненные условия, деревья мешают, стараемся максимально их не задеть. Всего в этом году внутриквартальный ремонт дорог проводится в 62 дворах Самары. Подрядчики должны завершить работы до конца августа. Если справиться в срок, то, возможно, в сентябре у них появятся дополнительные объемы работы. Олег Зверев, Константин Головин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...